Приветствую вас. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, забраться несколько подробнее с тем, чего именно вам не хватает. То есть, видите, вы пишете, что вам чего-то не хватает, и что вы не можете сказать, что вы счастливы в текущих отношениях. То есть, в первую очередь, нужно разобраться с этим, чего именно вам не хватает для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Следующая важная история заключается в том, каков был характер расставания с мужчиной. То есть, как вы расстались, вы пишете, что расстались вы по глупой причине, вы его бросили. Здесь очень важно понять, о чём именно идёт речь. То есть, либо вы обесцениваете, что, почему вы, к примеру, человека бросили. Либо действительно были, ну, либо у вас не было к нему соответствующих чувств, а то, что вы бросили его по глупой причине, ну, пришло вам в голову только сейчас, когда ситуация стала, по сути, ну, в известной степени безысходной, или вам стало слишком тяжело. То есть, тут, конечно, нужно смотреть и исследовать, на мой взгляд, ибо других причин, других вариантов здесь быть не может. Вот. Вполне возможно, что отношения вы должным образом с молодым человеком так и не завершили. То есть, вы всё же считаете себя, к примеру, перед ним виноватой, ну, или что-то типа того. Поэтому, основное, что нужно вам сделать по отношению к молодому человеку, это завершить с ним отношения. Сделать это можно несколькими путями. Например, вы можете написать ему и пообщаться с ним, встретившись, всё прояснить. Вам он молодой человек уже с одним недодком, вы его себе представляете, а представляете вы его себе, таким, каким он был, сейчас он таким уже не является, и, соответственно, из-за того, что многие вещи могли поменяться, многие вещи могли измениться. Ну, вполне вероятно, что и ваш его образ разручится, и вы, соответственно, перестаньте к нему тяготеть. Вот. Либо вы сможете нормально, адекватно провести расставание, нормально, адекватно и, соответственно, начать и дальше, чего вы не сделали. Потому что я так понимаю, что, ну, вряд ли то, что вы его бросили, как-то хорошо сказалось на нём и на вас. Мне кажется, что это совершенно очевидно. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы всё-таки именно завершили с ним отношения, если таковые имели место или имеют место быть. Может быть, если вы поговорите с ним, может быть, если вы напишите им, может быть, если вы встретитесь, вам будут ясны и понятны какие-то вещи, которые теперь, которые до этого вам были неясны. Ну, к примеру, да, вы поймёте, что вы чувствуете, вы поймёте, что вам не хватает, и, соответственно, уже с этим можете, ну, с этим вы уже можете, к примеру, будет, как с этим вы можете что-то делать. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, всё-таки заключается именно в этом. На мой взгляд, всё-таки заключается именно в такой стратегии поведения. быть может, но представь ему, вы осознаете, что и у него к вам ещё есть чувства, и вы осознаете, что может быть не всё между вами потеряно. Вот. Но в любом случае, то, что я вам рекомендую, то, что я вам достаточно серьёзно рекомендую, это всё-таки именно определить, чего же вам не хватает в текущих отношениях, что вам нужно. Вот. Для этого я предлагаю вам рассмотреть ваши реакции, классические реакции, например, на те или иные ситуации, на тех или иных людей и так далее. Вот. История эта очень важная. Корректирование своих реакций и раскрытие направлений, раскрытие векторов вашего реагирования на те или иные ситуации, на тех или иных людей, на те или иные истории, позволит вам возможно и обрести то самое счастье, которого сейчас у вас нет. Хотя, безусловно, это, ну, это не точно. Вот. Это опять же нужно исследовать и с этим опять же нужно работать. К сожалению. Вот. Вот. Что ещё важно с точки зрения теперь уже скорее чувств, с точки зрения именно существенной составляющей, что важно это то, вы говорите, что вы расстались по глупой причине. Да? То есть что это было за чувство у вас, из-за чего вы расстались. Заметьте, вы стали думать о бывшем молодом человеке только тогда, когда вам стало не по себе, когда вам стало плохо. Именно тогда вы начали о нём думать. Значит, вы думаете о нём в контексте своих потребностей. А значит, скорее всего, вы и своего бывшего молодого человека, и своего текущего молодого человека воспринимаете исключительно в контексте ваших желаний. И вот именно их, именно ваше желание и нужно исследовать для того, чтобы понять, чего вы хотите, что вам нужно и как это можно будет скорректировать и, возможно, правильно реализовать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если вы опоздались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. СМС-ES-TB20